Глава восьмая. Большой взрыв, черные дыры и эволюция Вселенной. В модели Фридмана четвертое измерение Вселенной, время, как и пространство, имеет ограниченную протяженность. Оно подобно отрезку, имеющему два конца или две границы. Так что у времени есть конец и есть начало. Фактически все решения уравнений Эйнштейна, полученные для того количества материи, которое мы наблюдаем во Вселенной, имеют одну очень важную общую характеристику. Некогда в прошлом, приблизительно 13,7 миллиарда лет назад, расстояние между соседними галактиками должно было равняться нулю. Другими словами, вся Вселенная была сжата в точку нулевого размера, в сферу с нулевым радиусом. Плотность Вселенной и кривизна пространства-времени должны были тогда быть бесконечными. Этот момент мы называем «большим взрывом». Все наши космологические теории основаны на предположении, что пространство-время гладкое и почти плоское. Это означает, что все данные теории нарушаются в момент «большого взрыва», ведь пространство-время бесконечной кривизны трудно назвать почти плоским. Таким образом, если что-то и предшествовало «большому взрыву», оно не даст ключа к пониманию того, что случилось позже, потому что предсказуемость нарушается в момент «большого взрыва». Аналогично, зная только то, что случилось после него, мы не можем определить, что было раньше. События, предшествовавшие «большому взрыву», не могут иметь никаких последствий для нас, и поэтому не должны приниматься в расчет при научном описании Вселенной. Мы должны исключить их из своей модели и считать, что «большой взрыв» был началом времени. Вопрос о том, кто создал условия для «большого взрыва» и другие подобные вопросы, не являются научными. Еще одной бесконечной величиной во Вселенной нулевых размеров должна быть температура. Считается, что в момент «большого взрыва» Вселенная была бесконечно горячей. В процессе ее расширения температура излучения понижалась, и поскольку температура является мерой средней энергии или скорости частиц, охлаждение Вселенной должно было иметь серьезные последствия для материи. При очень высоких температурах стремительное движение частиц препятствовало их взаимному притяжению под действием ядерных или электромагнитных сил. Но с понижением температуры частицы стали притягиваться и соединяться друг с другом. Даже типы существующих во Вселенной частиц зависят от ее температуры, а значит и от возраста. Аристотель не верил, что вещество состоит из частиц. Он полагал, что материя является непрерывной. По Аристотелю ее можно бесконечно делить на все меньшие и меньшие части и никогда не натолкнуться на неделимую крупицу. Однако некоторые древнегреческие мыслители, например, Демокрит, думали, что материи присуща зернистость и что все в природе состоит из огромного числа атомов различного вида. Слово «атом» означает в переводе с греческого «неделимый». Мы теперь знаем, что это верное представление, по крайней мере, в окружающей нас среде и при нынешнем состоянии Вселенной. Но атомы нашей Вселенной существовали не всегда. Они не являются неделимыми и представляют собой лишь небольшую часть всего разнообразия частиц во Вселенной. Атомы состоят из частиц меньшего размера – электронов, протонов и нейтронов. Протоны и нейтроны, в свою очередь, построены из еще более миниатюрных частиц, называемых кварками. Кроме того, каждому типу субатомных частиц соответствуют античастицы. Они имеют такую же массу, но противоположный электрический заряд и другие характеристики. Например, античастица электрона, называемая позитроном, имеет положительный заряд, противоположный отрицательному заряду электрона. Возможно, существуют целые антимиры и антилюди, состоящие из античастиц. Однако же, если частица и античастица встретятся, они взаимно уничтожаются. Так что, если вам доведется встретить свое анти-я, не обменивайтесь с ним рукопожатием. Вы оба исчезнете в ослепительной вспышке света. Световую энергию переносят частицы другого типа – безмассовые фотоны. Для Земли, ближайшим и крупнейшим поставщиком фотонов, служит ядерное пекло Солнца. Оно в изобилии поставляет и другие частицы, упоминавшиеся выше нейтрино и антинейтрино. Но эти последние, будучи чрезвычайно легкими, почти не взаимодействуют с веществом и потому проходят сквозь нас миллиардами каждую секунду, не производя никакого эффекта. Хорошо известно, что физики обнаружили десятки типов элементарных частиц. Во Вселенной, претерпевающей сложные эволюционные изменения, набор этих частиц тоже эволюционировал. Именно эта эволюция сделала возможным возникновение планет, подобных нашей, и живых существ, подобных нам. Через секунду после Большого Взрыва Вселенная расширилась достаточно, чтобы ее температура упала приблизительно до 10 миллиардов градусов Цельсия. Это в тысячу раз больше, чем в центре Солнца. Но подобные температуры отмечались при взрывах водородных бомб. В то время во Вселенной присутствовали главным образом фотоны, электроны, нейтрино и их античастицы, а также гораздо меньшее число протонов и нейтронов. Тогда частицы обладали настолько высокой энергией, что, сталкиваясь, порождали множество различных пар – частица, античастица. Например, столкновение фотонов могло породить электрон и его античастицу – позитрон. Некоторые из таких, вновь возникших частиц, сталкивались со своими близнецами-античастицами, аннигилировали. Всякий раз, когда электрон встречается с позитроном, они уничтожаются. Но обратный процесс не так прост. Для того, чтобы две безмассовые частицы, такие как фотоны, могли породить пару частиц античастица, например, электрон и позитрон, безмассовым частицам надо обладать некоторой минимальной энергией. Электрон и позитрон имеют массу. И эта вновь создаваемая масса должна порождаться энергией сталкивающихся частиц. Поскольку Вселенная продолжала расширяться и температура понижалась, столкновения частиц, обладающих достаточной энергией для рождения электрон-позитронных пар, случались все реже. Гораздо чаще происходило взаимоуничтожение пар. В конечном счете, большая часть электронов и позитронов аннигилировали друг с другом, произведя большое количество фотонов и оставив относительно мало электронов. Нейтрино и антинейтрино, которые взаимодействуют между собой и с другими частицами очень слабо, уничтожали друг друга не так быстро. Они и сегодня должны еще присутствовать вокруг нас. Если бы мы могли наблюдать их, это послужило бы хорошим подтверждением для описанной выше картины горячей молодой Вселенной. К сожалению, энергия этих частиц в настоящее время слишком низка, чтобы наблюдать их непосредственно, хотя, возможно, их удастся обнаружить косвенно. Приблизительно через сто секунд после Большого взрыва Вселенная остыла до одного миллиарда градусов, температуры недр самых горячих звезд. В этих условиях энергии протонов и нейтронов уже недостаточно для преодоления сильного ядерного взаимодействия. Они начинают сливаться, образуя ядра дейтерия, тяжелого водорода, которые содержат один протон и один нейтрон. Ядра дейтерия могут затем, присоединяя протоны и нейтроны, превратиться в ядра гелия, состоящие из пары протонов и пары нейтронов, а также породить некоторое количество ядер двух более тяжелых элементов, лития и бериллия. Можно подсчитать, что согласно теории горячей Вселенной, около четверти протонов и нейтронов объединяются в ядра гелия при сохранении небольшого количества тяжелого водорода и других элементов. Остальные нейтроны в результате распада превращаются в протоны, ядра обычных атомов водорода. Эта картина горячей Вселенной была впервые предложена Джорджем Гамовым в известной работе, написанной в 1948 году в соавторстве с его учеником Ральфом Альфером. Гамова отличала недюжинное чувство юмора. Он добавил к списку авторов имя ученого-ядерщика Ханса Бете, чтобы получилось Альфер Бета Гамов наподобие первых трех букв греческого алфавита Альфа Бета Гамма очень уместно для статьи о зарождении Вселенной. В упомянутой работе авторы сделали замечательное предсказание, что излучение в форме фотонов, возникшее на начальных, горячих стадиях развития Вселенной, должно сохраниться до наших дней. Но его температура должна быть всего на несколько градусов выше абсолютного нуля. Абсолютным нулем считается температура минус 273 градуса Цельсия, при которой вещество не обладает никакой тепловой энергией. Таким образом, это самая низкая из возможных температур. Именно это микроволновое изучение обнаружили Пензиас и Вильсон в 1965 году. Когда Альфер и Гамов опубликовали свою статью о ядерных реакциях между протонами и нейтронами, было известно довольно мало. Поэтому предсказания соотношений различных элементов в ранней Вселенной оказались довольно приблизительными. Впоследствии, когда вычисления были повторены с учетом новых, более точных данных, оказалось, что результаты очень хорошо согласуются с наблюдениями. Остается добавить, что весьма трудно найти другое объяснение тому, почему именно четверть массы Вселенной приходится на долю гелия. И все же описанная картина порождает ряд проблем. Продолжительность ранних этапов эволюции в модели Большого Взрыва недостаточно для того, чтобы тепло успело распространиться из одной области горячей Вселенной в другую. Это означает, что в начальном состоянии Вселенная должна была во всех местах иметь строго одинаковую температуру. Иначе никак не объяснить одинаковую температуру микроволнового фона во всех направлениях. Кроме того, начальная скорость взрыва должна была оказаться очень точно подобранной, чтобы расширение шло на самой грани критического режима, еще позволяющего избежать схлопывания. Очень трудно объяснить, почему Вселенная зародилась именно в таком состоянии, если не предполагать вмешательство Бога, который намеревался создать существ вроде нас. Пытаясь найти модель Вселенной, в которой множество различных начальных состояний могло развиться во что-то подобное существующему мирозданию, ученый из Массачусетского технологического института Алан Гуд предположил, что ранняя Вселенная могла пройти через период очень быстрого расширения. Это расширение называют инфляцией, подразумевая, что Вселенная в тот период расширялась с нарастающей скоростью. Согласно Гуту, радиус Вселенной за ничтожно малую долю секунды увеличился в миллион, миллионов, 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 с тридцатью нулями раз. Любые неоднородности во Вселенной просто разгладились вследствие этого расширения, как морщины на раздувающемся воздушном шаре. Таким образом, инфляционная теория объясняет, как нынешнее, гладкое однородное состояние Вселенной могло развиться из самых разных неоднородных изначальных состояний. Так что мы теперь до известной степени уверены в том, что имеем правильную картину событий вплоть до одной миллиардной триллионной триллионной доли десять в минус тридцать третьей степени секунды от Большого Взрыва. Вся эта первоначальная суматоха Большого Взрыва завершилась спустя всего несколько часов формированием ядер гелия и некоторых других элементов таких как литий. Затем около миллиона лет Вселенная просто продолжала расширяться и ничего существенного не происходило. Наконец температура понизилась до нескольких тысяч градусов. Кинетическая энергия электронов и ядер стала недостаточной для того, чтобы преодолевать силу электромагнитного притяжения и они начали объединяться в атомы. Вселенная в целом продолжала бы расширяться и остывать, но в областях, где плотность была чуть выше средней, расширение дополнительно тормозилось гравитационным притяжением избыточного вещества. Под действием этого притяжения расширение в этих областях Вселенной остановилось, уступив место сжатию, коллапсу. По ходу коллапса тяготение окружающего вещества могло придать этим областям едва заметное вращение. При стягивании коллапсирующей области ее вращение ускоряется, подобно тому, как фигурист начинает быстрее кружиться на льду, когда прижимает к себе руки. Наконец, когда размеры такой области становились достаточно малыми, ее вращение ускорялось настолько, что могло сбалансировать гравитацию. Так образовались вращающиеся спиральные галактики. Другие области Вселенной, избежавшие вращения, стали овальными объектами, которые называют эллиптическими галактиками. В таких областях коллапс приостанавливается устойчивым обращением отдельных частей галактики вокруг ее центра, в то время, как вся звездная система в целом не вращается. Со временем водородно-гелиевый газ в галактиках должен был распадаться на небольшие облака, которые коллапсировали под действием собственного тяготения. При сжатии атомы в них сталкивались, и температура газа росла, пока не достигала величины необходимой для начала реакции ядерного синтеза. Эти реакции преобразуют водород и гелий и похожи на управляемый взрыв водородной бомбы. Выделяемое при этом тепло заставляет звезды светиться. Это тепло также увеличивает давление газа, пока это последнее не приходит в равновесие с силами тяготения. В результате газ перестает сжиматься. Примерно так газовые облака становятся звездами, подобными нашему Солнцу, которые сжигают водород, превращая его в гелий, и излучают высвободившуюся энергию в форме тепла и света. Они обнаруживают отдаленное сходство с воздушным шаром, в котором внутреннее давление воздуха на стенке, заставляющей шар расширяться, уравновешивается упругостью резиновой оболочки, стремящейся уменьшить размер шара. Сформировавшись из облаков горячего газа, звезды в течение долгого времени сохраняют устойчивость благодаря балансу между выделением тепла в ядерных реакциях и гравитационным притяжением. Однако рано или поздно звезда обречена исчерпать свой запас водорода и другого ядерного топлива. Парадоксально, но чем больше запасы топлива в звезде, тем быстрее они заканчиваются. Дело в том, что чем массивнее звезда, тем горячее она должна быть, чтобы сбалансировать свое тяготение. А чем горячее звезда, тем быстрее протекает реакция ядерного синтеза и быстрее расходуется топливо. Нашему Солнцу вероятно хватит топливо еще на 5 миллиардов лет или около того. Но более массивные звезды способны израсходовать свои ресурсы всего за 100 миллионов лет, что значительно меньше возраста Вселенной. Когда звезда исчерпывает топливо, она начинает остывать и гравитация берет верх, вызывая сжатие. Сжатие сближает атомы, заставляя звезду снова разгореться. При достаточном нагреве звезда может начать преобразовывать гелий в более тяжелые элементы, такие как углерод и кислород. Это, однако, высвобождает не слишком много энергии, так что кризис неизбежен. Что случается дальше? Не вполне ясно, но весьма вероятно, что центральные области звезды коллапсируют, переходя в очень плотное состояние, становясь, например, черной дырой. Термин черная дыра появился сравнительно недавно. Впервые его употребил в 1969 году американский ученый Джон Уиллер в качестве наглядного описания идеи, высказанной не меньше двухсот лет назад. Если звезда достаточно массивна, может оказаться, что даже свет не сумеет преодолеть ее тяготение, и тогда звезда будет выглядеть черной для всех внешних наблюдателей. Когда эта идея впервые была высказана, существовало две теории о природе света. Одна, которая отдавал предпочтение Ньютон, провозглашала, что свет состоит из частиц или корпускул, другая декларировала, что свет представляет собой волны. Теперь мы знаем, что верны обе теории. Как будет показано в главе девятой, вследствие корпускулярно-волнового дуализма, в квантовой механике свет в некоторых случаях ведет себя как волна, а в других определенно проявляет свойства частицы. Понятие волна и частица всего лишь придуманные людьми концепции, и природа вовсе не обязана следовать им, подгоняя все явления под ту или иную абстрактную категорию. Волновая теория не проясняет, как должен вести себя свет под действием гравитации. Но если считать свет состоящим из частиц, то можно ожидать, что они будут реагировать на гравитацию так же, как пушечные ядра, космические корабли и планеты. Например, после выстрела в воздух пушечное ядро рано или поздно упадет на Землю, при условии, что скорость, с которой оно вылетело из пушки, не превышает определенной величины, называемой скоростью убегания. Скорость убегания зависит от силы земного притяжения, то есть от массы земли, но она не зависит от массы пушечного ядра, по той же самой причине, по которой ускорение свободного падения тел не зависит от их массы. И если уж скорость убегания не зависит от массы тела, то можно допустить, что приведенные выше рассуждения верны для частиц света, несмотря на то, что их масса равна нулю. Поэтому резонно предположить, что частицы света должны двигаться с некоторой минимальной скоростью, чтобы вырваться из поля тяготения звезды. Первоначально считалось, что частицы света движутся бесконечно быстро, и потому гравитация не способна их замедлить. Однако из открытия Ремера, установившего, что скорость света конечна, вытекала, что гравитация может весьма существенно воздействовать на свет. У достаточно массивной звезды скоростью бегания может оказаться больше скорости света, и все излучение, испускаемое такой звездой, будет к ней возвращаться. Основываясь на этом предположении, профессор Кембриджского университета Джон Митчелл в 1783 году опубликовал в философских трудах Лондонского Королевского Общества работу, в которой указал, что звезда определенной массы и плотности должна иметь то сильное гравитационное поле, что свет не сможет ее покинуть. Всякая испущенность ее поверхности будет притянут назад, прежде чем уйдет достаточно далеко от звезды. Такие объекты мы теперь называем черными дырами, потому что они и представляют собой черные пустоты в пространстве. Однако не слишком правильно полностью уподоблять свет пушечным ядрам, послушным закону тяготения Ньютона, потому что скорость света имеет постоянное значение. Пушечное ядро, выстреленное вверх, будет замедляться гравитацией, а в конечном счете остановится и упадет. Фотон же должен двигаться вверх с постоянной скоростью. Последовательной картины того, как гравитация влияет на свет, не было до 1915 года, когда Эйнштейн предложил общую теорию относительности. Детальное описание того, что происходит с излучением массивной звезды, согласно общей теории относительности, впервые было предложено молодым американским ученым Робертом Оппенгеймером в 1939 году. Картина, которую мы узнали благодаря Оппенгеймеру, выглядит следующим образом. Гравитационное поле звезды изменяет траекторию световых лучей в пространстве времени. Этот эффект проявляется в отклонении света далеких звезд, наблюдаемом во время солнечного затмения. Траектории света в пространстве времени, проходящей рядом со звездой, слегка искривлены в сторону ее поверхности. Когда звезда сжимается, она становится плотнее, и гравитационное поле на ее поверхности усиливается. Можно представить себе гравитационное поле, исходящим из точки в центре звезды. Когда звезда сжимается, точки, лежащие на ее поверхности, приближаются к центру, попадая в более сильное поле. Более мощное поле сильнее изгибает траектории световых лучей. В итоге при сжатии звезды до некоторого критического радиуса, гравитационное поле на ее поверхности становится настолько сильным, а изгиб световых лучей настолько крутым, что свет уже не может уйти прочь. Согласно теории относительности, ничто не способно двигаться быстрее света. Так что если даже свет не может вырваться, то и ничему другому это тоже не под силу. Все будет затянуто назад гравитационным полем. Вокруг сколлапсировавшей звезды формируется область пространства времени, которую ничто не может покинуть, чтобы достичь отдаленного наблюдателя. Эта область и есть черная дыра. Внешнюю границу черной дыры называют горизонтом событий. Сегодня, благодаря телескопам, которые работают в рентгеновском и гамма-диапазонах, мы знаем, что черные дыры гораздо более заурядное явление, чем надулось раньше. Один спутник отыскал 1500 черных дыр на сравнительно небольшом участке неба. Мы также обнаружили черную дыру в центре нашей галактики, причем ее масса в миллион раз превышает массу нашего Солнца. Возле этой сверхмассивной черной дыры найдена звезда, которая обращается вокруг нее со скоростью равной около 2% от скорости света. То есть быстрее, чем средним обращается электрон вокруг ядра ватами. Чтобы понять, что происходит при коллапсе массивной звезды и формировании черной дыры, следует вспомнить, что теория относительности не признает абсолютного времени. Другими словами, каждый наблюдатель имеет собственную меру времени. Ход времени для наблюдателя на поверхности звезды будет отличаться отхода времени для наблюдателя на расстоянии, потому что на поверхности звезды гравитационное поле сильнее. Представим себе бесстрашного астронавта, который остается на поверхности коллапсирующей звезды во время катастрофического сжатия. В некоторый момент по его часам, скажем, в 11.00, звезда сожмется до критического радиуса, за которым гравитационное поле усиливается настолько, что из него невозможно вырваться. Теперь предположим, что по инструкции астронавт должен каждую секунду по своим часам посылать сигнал космическому кораблю, который находится на орбите на некотором фиксированном расстоянии от центра звезды. Он начинает передавать сигналы в 10,59 то есть за 2 секунды до 11.00, что зарегистрирует экипаж на борту космического судна. Ранее, проделав мысленный эксперимент с передачей световых сигналов внутри ракеты, мы убедились, что гравитация замедляет время, и чем она сильнее, тем значительнее эффект. Астронавт на поверхности звезды находится в более сильном гравитационном поле, чем его коллеги на орбите, поэтому одна секунда по его часам продлится дольше секунды по часам корабля. Поскольку астронавт вместе с поверхностью движется к центру звезды, действующее на него поле становится все сильнее и сильнее, так что интервалы между его сигналами, принятыми на борту космического корабля, постоянно удлиняются. Это растяжение времени будет очень незначительным до 10,59 так что для астронавтов на орбите интервал между сигналами, переданными в 10,59 58 и в 10,59 59 тысяч очень ненамного превысит секунду. но сигналы отправленного в 11,00 на корабле уже не дождутся. Все, что произойдет на поверхности звезды между 10,59 и 11,00 по часам астронавта, растянется по часам космического корабля на бесконечный период времени. С приближением к 11,00 интервалы между прибытием на орбиту последовательных гребней и впадин испущенных звездой световых волн станут все длиннее. То же случится и с промежутками времени между сигналами астронавта. Поскольку частота излучения определяется числом гребней или впадин приходящих за секунду, на космическом корабле будет регистрироваться все более и более низкая частота излучения звезды. Свет звезды станет все больше краснеть и одновременно меркнуть. В конце концов звезда настолько потускнеет, что сделается невидимой для наблюдателей на космическом корабле. Все, что останется черная дыра в пространстве. Однако действие тяготения звезды на космической корабль сохранится и он продолжит обращение по орбите. Этот сценарий, впрочем, не вполне реалистичен. С удалением от центра звезды гравитация ослабевает, поэтому ноги нашего бесстрашного астронавта должны притягиваться сильнее, чем его голова. Эта разница сил приведет к тому, что тело астронавта вытянется на манер спагетти или разорвется на части, прежде чем звезда достигнет критического радиуса, на котором формируется горизонт событий. Однако мы полагаем, что во Вселенной существуют объекты куда большего масштаба, например, центральные области галактик, которые тоже могут испытывать гравитационный коллапс, порождая сверхмассивные черные дыры наподобие той, что есть в центре нашей галактики. Находясь на таком объекте, наш астронавт не был бы разорван на части до формирования черной дыры. Не ощутив ничего особенного при достижении критического радиуса, он пересек бы роковую черту незаметно для себя. Хотя внешние наблюдатели зафиксировали бы замедление его сигналов, которые в конце концов перестали бы приходить, и только через несколько часов по измерениям астронавта, его разорвало бы на части из-за различия гравитационных сил, воздействующих на его голову и ноги. Иногда при коллапсе очень массивной звезды, ее внешние слои могут быть выброшены в пространство колоссальным взрывом, называемым вспышкой сверхновой. Мощь этого взрыва настолько велика, что сверхновая светит ярче всех звезд целой галактики вместе взятых. Примером может служить сверхновая крабовидной туманности. Китайские летописи относят ее к 1054 году. Хотя взорвавшаяся звезда находилась на расстоянии 5000 световых лет, она оставалась видимой для невооруженного глаза в течение нескольких месяцев и сияла столь ярко, что была различима даже днем, а ночью при ее свете можно было читать. Вспышка сверхновой в 500 световых годах от нас в 10 раз ближе к крабовидной туманности оказалась бы в 100 раз ярче и буквально превратила бы ночь в день. Чтобы почувствовать мощь подобного взрыва, представьте, что вспышка соперничала бы с сиянием солнца, даже при том, что звезда находилась бы в десятки миллионов раз дальше него. Напомним, что солнце находится всего в 8 световых минутах от земли. Достаточно близкая вспышка сверхновой звезды, хотя и не разрушила бы землю, но сопровождалась бы излучением, способным убить все живое на нашей планете. Недавно было высказано предположение, что произошедшее 2 миллиона лет назад от вымирания морских организмов было вызвано всплеском космического излучения, порожденного вспышкой сверхновой вблизи от земли. Некоторые ученые считают, что высоко организованная жизнь может развиться только в тех областях галактик, где не слишком много звезд, так называемых зонах жизни, поскольку в районах более плотного скопления звезд вспышки сверхновых столь обычное явление, что они периодически уничтожают любые зачатки биологической эволюции. Каждый день во Вселенной вспыхивают сотни тысяч сверхновых звезд. В отдельной галактике сверхновые появляются примерно раз в столетие, но это средние показатели. К сожалению, для астрономов по крайней мере, последняя вспышка сверхновой в Млечном Пути произошла в 1604 году, еще до изобретения телескопа. Главной претенденткой на роль следующей сверхновой в нашей галактике является звезда Ро Кассиопеи. К счастью, она находится на вполне безопасном для нас расстоянии десяти тысяч световых лет. Она относится к немногочисленному классу желтых сверхгигантов. Во всем Млечном Пути имеется лишь семь звезд этого типа. Международная группа астрономов начала изучать Ро Кассиопеи в 1993 году. За прошедшие годы у звезды наблюдались периодические колебания температуры на несколько сотен градусов. Затем, летом 2000 года, температура ее внезапно упала примерно с 7000 градусов до 4000 градусов. В это время исследователи обнаружили в атмосфере звезды окись титана, которая, как считается, входит в состав оболочки, выброшенной с поверхности звезды мощной ударной волной. При вспышке сверхновой ряд тяжелых элементов, образовавшихся в конце жизненного цикла звезды, выбрасывается назад в межзвездную среду, становясь сырьем для формирования следующего поколения звезд. Наше Солнце содержит приблизительно 2% таких тяжелых элементов. Это звезда второго или третьего поколения, которая сформировалась приблизительно 5 миллиардов лет назад из облака вращающегося газа, содержавшего выбросы ранних сверхновых. Большая часть газа из того облака пошла на формирование Солнца, либо была выброшена вовне, но небольшая часть тяжелых элементов смогла собраться вместе и образовать подобные Земле планеты, которые теперь обращаются вокруг Солнца. И золото в наших украшениях, и уран в наших ядерных реакторах, все это остатки сверхновых звезд, которые вспыхнули еще до рождения Солнечной системы. Когда Земля еще только сконденсировалась, она была очень горячей и не имела атмосферы. Со временем она остыла и окуталась оболочкой газов, выделявшихся из скальных пород. Мы не смогли бы выжить в этой первичной атмосфере. Вместо кислорода в ней присутствовало множество других ядовитых для нас газов, например, сероводород, которым пахнут тухлые яйца. Однако существуют некоторые примитивные формы жизни, процветающие именно в таких условиях. Вероятно, они развелись в океанах в результате случайного соединения атомов в большие структуры, называемые макромолекулами, которые обладали способностью собирать другие атомы в океане в подобные же структуры. Таким образом, они воспроизводили самих себя и размножались. В некоторых случаях при воспроизведении случались ошибки. Как правило, получившаяся в результате новая макромолекула не могла воспроизводить себя и в конце концов разрушалась. Однако некоторые сбои приводили к появлению новых макромолекул, еще лучше репродуцирующих себя. Обладая подобным преимуществом, они успешно вытесняли исходные макромолекулы. Так было положено начало процессу эволюции, который привел к развитию все более сложных самовоспроизводящихся организмов. Первые примитивные формы жизни потребляли различные вещества, включая сероводород и выделяли кислород. Это постепенно изменило состав атмосферы, приблизив его к нынешнему и послужило предпосылкой для возникновения более высокоорганизованных форм жизни. Рыб, рептилий, млекопитающих и, наконец, людей. Описанная картина Вселенной основана на общей теории относительности. Она согласуется со всеми современными наблюдениями, однако математика в действительности не может оперировать бесконечными числами, поэтому утверждая, что Вселенная началась с большого взрыва, общая теория относительности тем самым предсказывает, что во Вселенной есть точка, где сама эта теория перестает работать. Подобная точка пример того, что математики называют сингулярностью, когда теория предсказывает сингулярности типа бесконечной температуры, плотности и кривизны. Это свидетельствует о том, что она должна быть как-то изменена. Общая теория относительности не полная теория, поскольку она не объясняет, как появилась Вселенная. 20 век изменил взгляды человека на Вселенную. Мы поняли, какое скромное место занимает наша планета вне объятности Вселенной. Обнаружили, что время и пространство искривлены неотделимы друг от друга, открыли, что Вселенная расширяется и что она имела начало. Однако, мы также убедились, что рисуя новую картину крупномасштабной структуры Вселенной, общая теория относительности терпит неудачу при описании начала времен. 20-е столетие также вызвало к жизни другую великую частную физическую теорию, квантовую механику. Она имеет дело с явлениями, которые происходят в очень маленьких масштабах. Концепция Большого Взрыва говорит, что по-видимому зарождающаяся Вселенная была настолько мала, что даже изучая ее крупномасштабную структуру нельзя пренебрегать эффектами квантовой механики, важными в микроскопических масштабах. И сегодня самые большие надежды в части окончательного постижения Вселенной мы возлагаем на объединение этих двух частных теорий в единую квантовую теорию гравитации. Далее будет показано, что объединение общей теории относительности с принятым в квантовой механике принципом неопределенности делает возможным существование конечного пространства и времени, не имеющего никаких пределов или границ. И возможно также, что обычные физические законы действуют повсеместно, в том числе и в начале времен, не приводя ни к каким сингулярностям. сингулярностям неизвестен. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...